Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я надеюсь, меня и видно, и слышно хорошо, и отлично. Значит, можно начинать. Тема сегодняшней нашей встречи – что такое цифровая история и как ее создать. Поговорим сегодня немножко о таком явлении, которое называется цифровой сторителлинг. Наверняка слово вам знакомое, наверняка слышали или что-то читали, а может быть, сами пробовали в этом жанре работать. Вообще-то это слово в переводе означает искусство рассказывания истории. Сейчас сторителлинг – очень распространенный жанр и в библиотечной практике, и в образовательной. Целые вечера сторителлеров, я знаю, устраиваются в библиотеках, проводятся мероприятия в формате сторителлинга. Самое главное здесь посыл какой? Лучший способ донести какую-то информацию, передать знания – это рассказывать истории. С этим можно поспорить, можно соглашаться, но так или иначе, такое понятие как сторителлинг продолжает с успехом использоваться. И вместе с обычным сторителлингом, когда на сцену выходит рассказчик, лектор, человек, который рассказывает нечто интересное, пытается донести какую-то информацию до слушателей, появилось и понятие «digital storytelling» или «стерителлинг цифровой». Вот о нем мы сегодня как раз и будем разговаривать. Чем он отличается от обычного? Прежде всего, тем, что на месте рассказчика появляются сервисы Веб 2.0. Остаются все те же составляющие интересной цифровой истории. Какие? Ну, во-первых, это то, что в центре любой такой истории чаще всего какой-то персонаж, какое-то действующее лицо. Поэтому чаще всего в цифровом сторителлинге вы можете встретить истории, рассказы о каких-то известных личностях, земляках, каких-то неординарных персонажей, в общем, в центре какое-то интересное, уникальное лицо. Далее. Как правило, в такой истории есть какой-то сюжет, какая-то последовательность событий. Либо это действительно сюжет, какие-то события друг за другом следующие, либо это просто логика развития какая-то. Одно следует за другим. Может быть, сюжет не так явно выделяется, нет ничего детективного или... какого-то там супернапряженного, но, тем не менее, логика поискования прослеживается. Это тоже держит в напряжении, в желании узнать, что будет дальше. Еще одна из особенностей цифровых историй – это эмоциональность. Чем вот сторителлиры устные подкупают? Тем, что они доносят истории с максимальной передачей эмоций. И это влияет на слушателей, это вызывает у них интерес. Используя Веб 2.0, конечно, сложно передать эмоции в полной мере. Но так или иначе, это с помощью текстов, с помощью изображений, с помощью эффекта погружения. Все-таки эту эмоциональность можно достичь. История может у нас вызвать не только интерес, но и какие-то эмоции. Радость, удивление, негодование, может быть, и многое-многое другое. Ну и, конечно, инструмент для донесения информации – это разнообразные сервисы Веб 2.0, которые используются с целью донести информацию, вызвать интерес слушателей и зрителей. Понятно, что цифровой сторителлинг – это явление Веб 2.0, оно существует в интернете, существует в интернет-среде. Поэтому, наверняка, вы так или иначе читали, знакомились с различными материалами, написанными, созданными как раз в жанре цифрового сторителлинга. Понятие это размытое, я придерживаюсь такой более широкой точки зрения, то есть цифровые истории бывают разные. Вот хороший пример, например, проектор «Замас», который мне нравится, который, нельзя сказать, что все время работает в жанре сторителлинга, но, так или иначе, они создают очень интересные цифровые истории, посвященные разным писателям, поэтам, культурным деятелям. Они это, правда, называют курсами просветительскими. Здесь и видеолекции, и справочные заметки, какие-то статьи, интервью со специалистами, цитаты, фрагменты кинохроники, аудио, видео. В общем, здесь все-все-все собрано только для того, чтобы погрузить слушателя и читателя в атмосферу. Передать атмосферу времени, рассказать о писателе интересно, необычно. Вот там парочку ссылочек добавила, это о Булгакове и о Лермонтове. Вообще, на портале очень много интересной информации, это хорошее подспорье для уроков литературы, например, либо для мероприятий в библиотеке. Отсюда можно много использовать, и в том числе для мероприятий. Давайте посмотрим, какие инструменты можно использовать, если мы решили создать цифровую историю. С чего можно начать? Самые простые цифровые истории создаются на основе изображений. Вам нужна коллекция каких-то картинок, слайдов. Это могут быть самые разнообразные, фотографии, рисунки читательские. Можно создавать самому цифровую историю, а можно привлечь к этому читателей или школьников. Поэтому очень много цифровых сервисов как раз ориентировано на работу со школьниками и на совместную деятельность. Вот, например, такой сервис, который называется Storybird. Сейчас я ссылку в чат отправлю, даже две ссылки. Но эти ссылки очень коварные, они в чате отображаются не очень корректно, и поэтому из чата по ним, наверное, перейти не получится. Сейчас я посмотрю. Да, не получается. Потому что там в названии кириллица есть, поэтому не очень. Как, если вы хотите эту ссылку открыть, как действовать? Из чата ее надо скопировать и вставить в браузер ваш и попробовать так открыть. Она должна открыться. Потому что вот эти примеры, они на кириллице сделаны, и название в кириллице, поэтому чат их не очень хорошо воспринял в данный момент. Storybird. Что это такое? Это онлайн-сервис, ориентирован прежде всего на детей. На детскую аудиторию. Сервис для создания собственных историй с помощью иллюстраций и текстовых сообщений. Это хорошая вещь, если вы с детьми, с какой-то группой школьников, либо им предлагаете, либо совместно с ними, создаете свои собственные, придумываете сказки, истории, рассказы, неважно, используя небольшие иллюстрации и используя маленькие текстовые сообщения. Идеальный формат работы, например, для начальной школы, для детей чуть постарше, для всех, кому интересно, еще сочинение своих собственных рассказов и историй с картинками. Сразу скажу, что сервис этот, чем, какие ограничения, скажем так, можно использовать только иллюстрации, которые собраны здесь в базе. Свои картинки, к сожалению, загружать нельзя, но в сервисе очень много картинок, они очень все красивые и симпатичные, поэтому наверняка что-то подходящее можно выбрать. Итак, после того, как вы зарегистрировались здесь на сайте, вам могут предложить сразу создать свой собственный класс. Это нужно, если вы планируете какую-то совместную работу со школьниками, вы можете их зарегистрировать, добавить в свой класс и вместе с ними что-то коллективное сделать. Если вы планируете просто самостоятельно что-то попробовать, то это необязательный шаг этот можно пропустить. Далее мы попадаем в библиотеку изображений. Нам сразу предлагают найти картинку, с которой мы, собственно, начнем. Для начала, перед тем, как работать, нам нужно продумать эту историю, о чем она будет, кто будет героем, какой-то сюжет прописать на листочке, ну а потом уже искать подходящие картинки. Вот так выглядит поисковая строчка. Сюда мы вписываем ключевое слово, по которому будем искать подходящую картинку для нашего рассказа. Поиск на английском языке. Тут можно через Google попробовать перевести. И выбираем какую-то картинку, ссылкаем по ней и попадаем, собственно, уже в создание самой цифровой истории. Цифровые истории тут бывают в нескольких форматах. Вот сейчас у меня выбран самый интересный, на мой взгляд, формат. Называется он Picture Book. Книжка с картинками. Она будет перелистываться. И вот я две ссылки вам отправила как раз в этом формате «Созданные книги». Самые распространенные здесь. Вы выбрали стартовую картинку, она тут же помещается на обложку. Здесь все очень просто. Здесь есть окошечки для текста, есть картинка, ее можно немножко двигать по экрану. С левой стороны из той же стилистики выполненные картинки, которые вы можете добавлять в ваш проект. Внизу странички. Там вы можете видеть, сколько страниц вы уже создали, и обращаться к любой из них и редактировать, если это необходимо. Под каждым слайдом кнопочки с цветными кружочками – это перекрашивание страниц. Вы можете их перекрасить в любой цвет, как захотите. Здесь очень минимальный дизайн. Здесь вы можете просто ввести текст. Никаких дополнительных у вас тут опций нет для редактирования текста, но это, наверное, здесь и не важно. Здесь все внимание на картинке и на саму историю. Вот таким образом создается книжка. Каждая новая картинка, новая страничка в ней. Плюсиком добавляете страницу, картинку выбираете и вписываете небольшой текст. После этого нажимаете на кнопку «Сейв». Готовая книжка сохраняется, вы можете ей делиться ссылками, распространять ее в социальных сетях или просто рассылать по электронной почте. Еще один недостаток – у сервиса в бесплатном аккаунте, к сожалению, строить на страницу сайта и блога нельзя. Только по ссылке. Вот два таких недостатка, которых у этого сервиса я увидела. То, что нельзя загружать свои картинки и то, что нельзя вставлять на сайты и в блоге. А все остальное здесь работает, в общем, неплохо. Другие форматы. Вот, например, быстрая публикация, флэш-публикация, как она здесь называется. Это просто пустой лист бумаги с минимальной картинкой, и вы пишете какой-то текст к ней. Такое напоминает школьное сочинение, наверное, только еще плюс картинка. Можно в таком формате работать, делать такие маленькие листовки. Однокартиночные. А если вы с детьми задумали какую-то длинную книгу с главами, у вас история такая довольно объемная, то можно выбрать формат, который называется «Long Form». Это длинная-длинная статья с несколькими главами. Вначале какая-то стартовая картинка, затем глава 1, название главы, ну а дальше вы пишите текст, добавляете картинки по ходу, нажимаете, с правой стороны есть окошечко для добавления новых глав, и прописываете новую главу, продолжаете работать дальше. Все это можно сохранить и опять-таки делиться. Таким образом, можно не только самому что-то придумывать и сочинять, но и предлагать это делать детям. Они с удовольствием любят это дело. Если есть возможности технические, то можно это делать даже коллективно. Какую-то общую историю на всех создать, например. Это вкратце о сервисе, о создании электронных книг. Вообще про электронные книги можно говорить долго. Еще существует как минимум 5 сервисов, которые позволяют создавать разные электронные книги. Это вот только один из них. Более подробно об электронных книгах я уже буду говорить на вебинаре завтра. Сегодня показала только один из вариантов. Если вас эта тематика заинтересовала, то приходите завтра, мы продолжим эту тему. А я вам предлагаю посмотреть еще один сервис. Называется он UtelStory. Это тоже сервис для создания… Как это? Цифровых историй вылетело слово из головы. Для создания цифровых историй на основе изображений. Правда, здесь оно еще идет с озвучкой, с возможностью озвучить эту цифровую историю. Здесь возможности чуть побольше. Две ссылочки я вам сейчас отправлю. Почему две? Потому что первая ссылка, у нее нет такой недостаток. Если вы по ней пройдете, у вас сразу пойдет голосовая озвучка, параллельно звук вместе со мной. Поэтому по второй ссылке там та же самая работа вставлена в блок. И там она не автоматически запускается, а по нажатию кнопочки. Можно посмотреть, как выглядит так и так. Смотрите, какой формат вам больше нравится. Утелл-стори. Сервис очень простой. Есть возможности для коллективной работы. Есть бесплатные, есть платные опции здесь. Чтобы создать историю, загружаем коллекцию каких-то изображений, слайдов, фотографий, картинок. Можно прикреплять к ним тексты. Можно добавлять звуковую озвучку для всех слайдов. Каждый звуковой комментарий к слайду не более 30 секунд, полминутки. Можно добавить внутрь этой истории видео небольшие. Можно добавить опросы. Правда, опросы, в смысле небольшие викторинки, будут работать только если вы впервые зарегистрировались на сайте в течение месяца. Есть такая опция «Возможность добавления опросов». Как только у вас бесплатный тариф пробный заканчивается, функция опросов исчезает, все остальное сохраняется. Правда, если вы уже насоздавали много историй с опросами, то все это сохранится и ничего не исчезнет. Все будет точно так же работать. Давайте посмотрим, как это все действует. После регистрации открывается вот такое минимальное поле в центре слайды, который вы будете загружать. Наверху кнопочка для того, чтобы озаглавить вашу историю. Картинки загружаются оранжевыми кнопками с правой стороны «Add Slides». Добавляем. Можно загрузить сразу несколько, они у вас расположатся в том порядке, как вы их загрузили. В любом случае, их потом можно будет поменять местами, если что-то не так. Далее. После того, как вы загрузили слайды, у вас вот такое поле открывается. Вы можете загрузить еще дополнительно картинку. Например, вы что-то забыли, это «Image Slide». Дальше вы можете отдельно текстовый слайд загрузить. «Text Slide» – это следующая вкладка. «Videoslide» – ну и последняя с опросом «Form Slide». Картинки загружаются с компьютера. Вы можете создать бесплатно, если у вас первая работа на сервисе. 100 слайдов можно здесь сделать вместе с текстами и с видео. Совсем-совсем работа может до 100 слайдов быть. Как только демо-период заканчивается, чуть-чуть уменьшается, до 24 слайдов можно будет сделать. Далее. «Видео» загружаются по ссылке из YouTube, а викторины создаются прямо внутри сервиса. Викторины выглядят вот так. Здесь все очень просто. Вопрос и 5 вариантов ответа. Не обязательно все 5 заполнять, но максимально здесь может быть 5 вариантов ответа. Обязательно отмечаем тот, который верный. И тогда у вас внутри истории будет еще небольшой интерактив. Вы можете еще дополнительно о чем-то спросить своих читателей или слушателей. Ну и далее самое интересное начинается. После того, как вы все слайды добавили, разместили их как надо, вы можете начать озвучку. Открываете нужный слайд. Вверху кнопочка будет с микрофоном, который добавляет озвучку. Вы можете загрузить уже готовый аудиофайл, который записали заранее. Либо можете прямо здесь во вкладке «Рекорд аудио» записать с помощью наушников, гарнитуры, микрофона. Прямо в режиме онлайн все сделать. Ну и добавить эту озвучку к слайду. Если вам что-то не понравилось, в любой момент можно удалить и переписать заново. Если вы впервые в сервисе работаете, то вам дадут 60 секунд для озвучивания. Если вы уже давно работаете, то 30 секунд. Для каждого слайда. Ну, в общем, это вполне нормально. Что касается текстовых слайдов, то размеры 1500 знаков – это довольно приличный фрагмент текста. Можете чередовать с изобразительными слайдами. В результате может получиться интересная история. Как это все можно использовать? Ну, во-первых, можно самому создавать истории. То, что я вам дала, это ссылка на работу, которую мы создавали в нашей аудиостудии. Это одна из последних работ, пока я работала в библиотеке наша. Это к 9 мая мы озвучивали фрагменты повести Алексеевичу «Войны. Неженское лицо». Ну и представили результат работы в виде слайдов и к ним озвучку. Записали читатели нашей библиотеки. В этом сервисе все сохранилось. Так можно устраивать литературные чтения, например, по страницам книги. А можно и самим опять-таки придумывать истории. Дети будут рисовать иллюстрации, озвучивать. Все это можно тоже представлять вот в таком интересном формате. После того, как вы все записали и все сделали, вам предложат на выбор два формата. Обычный формат – это «Стори». Вот тот, который сейчас оранжевый на экране. Это обычная цифровая история, которую вы можете поделиться в сети, в интернете, вставить на сайт или в блог. Другой формат называется «Топик». Это коллективная работа. Если вы планируете, чтобы еще несколько соавторов с вами поучаствовали в проекте, то выбираете именно его, нажимаете «Паблиш» и сохраняете как «Топик». Вы получаете ссылку, рассылаете ссылку всем участникам, которых приглашаете в соавторы. Они регистрируются в сервисе и присоединяются к вашей работе. Так можно сделать какой-то коллективный проект по совместному созданию работы. К сожалению, бесплатные возможности ограничиваются только одним проектом. То есть как только вы проект закроете, сохраняете его, переведете его в режим «Стори», можно менять режим туда и обратно, после этого у вас появится возможность создавать новый проект. Параллельно несколько проектов, к сожалению, здесь вести нельзя. Еще один сервис, тоже для озвученных картинок, рассказки по картинкам. Правда, у него возможности еще больше. Здесь можно добавлять в видеокомментарий, если у вас подключена веб-камера. Вот еще один примерчик, тоже наш библиотечный. Это мы озвучивали уже с младшими школьниками. Озвучивали сказку поморскую, адаптировали ее. Наша северная сказка «Мышкин кораблик». Напоминает теремок традиционный. Только здесь происходит действие на море и в лодке. Мы попросили школьников нарисовать иллюстрации к этой сказке, а потом ее переложили, адаптировали и озвучили. Каждый слайд дополнен еще и рассказом, записанным как аудио. Листается презентация стрелочками. Как это работает? Здесь есть возможность для групповой работы. Есть бесплатный тариф. Здесь вы можете создавать до 50 работ в бесплатном тарифе. Звуковой комментарий к каждому слайду до 3 минут. Здесь побольше дается времени. И еще можно 30 минут видеокомментарий добавлять к каждому слайду. Эту опцию, например, можно использовать для создания уже даже не цифровых историй, а просто каких-то обучающих материалов. Например, это в школе хорошо работает. Учитель дает набор каких-то слайдов и записывает вопросы к этим слайдам, какие-то учебные вопросы. А школьники присоединяются и с помощью голосовых комментариев или с помощью видеокомментариев отвечают на этот вопрос. Главное, вам открыть для коллективной работы ваш этот учебный материал. И тогда можно вот таким образом организовать совместную деятельность уже в школе. Принцип работы сервиса тот же самый. Сначала загружаем картинки. Набор слайдов. Их можно поменять местами. Большая кнопка «плюс» добавляет все новые и новые картинки. Далее, после того, как картинки добавлены, шелкаем по первой картинке и приступаем к озвучке. Она у вас откроется на весь слайд, примерно вот так. А дальше внизу появятся опции для загрузки различных вариантов. Первый – это текст. Текстовый комментарий можно записать, который будет появляться слева от слайда. Опция по телефону – это работает только для жителей США и Канады, потому что сервис англоязычный, поэтому это мы пропускаем. Запись аудио через кнопочку с микрофоном. Запись видео – это с помощью веб-камеры. Ну и загрузить аудиофайл, если он заранее у вас уже записан, вы его просто загружаете со своего компьютера. Выбираете любую из этих четырех опций, добавляете необходимый вариант – либо текст, либо видео, либо аудио. Сохраняете и переходите к следующему слайду. Итак, каждый озвучиваете. После того, как у вас все сохранилось, можно отделиться с участниками, с читателями, слушателями, можно вставить на сайт и в блог, ну и можно пригласить для коллективной работы по озвучиванию и добавлению новых слайдов. Вот таким образом работают истории по картинкам. Если же у нас есть необходимость создавать какие-то большие, более грандиозные работы, не просто по картинкам, а добавлять какие-то другие объекты, карты, например, интересные фотографии, не маленькие слайды, а вот чтобы фотография была на весь экран, желательно с эффектом параллакса, чтобы все это красиво перелистывалось. И если есть большое количество материала, а в текстовые комментарии в 1500 знаков это не укладывается, хочется какую-то действительно реально интересную большую историю сообщить, то тогда нам, возможно, придется воспользоваться таким жанром, который называется лонгрид. Первоначальное название – Snowfall. Лонгрид – это в переводе с английского длинное чтение. Это длинные сообщения, в которых рассказываются интересные истории со всеми-всеми подробностями. Вот, например, в блогах мы часто такие цифровые истории встречаем. Это очень интересный и популярный формат для передачи какой-то информации сегодня. С большим успехом используются в медиажурналистике, ну и в том числе и библиотечные и образовательные… И библиотечные сотрудники и работники образования тоже стали часто обращаться к этому жанру. Почему Snowfall? Snowfall – все началось именно со статьи, которая так и называлась – Snowfall. Она была опубликована в 2012 году, уже довольно давненько. Сейчас я ссылку дам на эту статью. Она есть в интернете, ее можно найти. Вот я ее нашла. Вот так она выглядит. Сейчас, может быть, она уже не производит на нас такой суперэффект. Стартовая страничка у меня сейчас на экране. Это была интерактивная история о нескольких горнолыжниках, которые оказались под снегом из-за схода снежной лавины в горах США. Опубликовали ее журнал New York Times, опубликовал ее на сайте, и сразу же получил очень большой резонанс. Уже за первую неделю было 3,5 миллиона просмотров. Ключевым здесь в этом новом жанре, потому что до этого так информацию не представлял еще никто, на первом месте был, конечно, какой-то текст. Да не какой-то, а весьма качественный текст. Плюс дополнительные материалы. Здесь были и фото, и видео, и модель гор. И плюс еще там была озвучка. Сейчас, я так понимаю, озвучку уже сняли. Было завывание ветра на заднем плане. Все это было направлено на то, чтобы погрузить читателя в атмосферу, создать эффект присутствия. И название этой статьи Snowfall стало именем нарицательным. Сноуфолами стали называть как раз интересные истории для обстоятельного чтения с большими-большими подробностями и самым разнообразным медиа-контентом. Чуть позже название Snowfall уже отошло на второй план, и стали такие статьи называть лонгридами. Как я уже сказала, журналисты взяли на вооружение такой формат и очень много создают проектов в этом жанре. Очень интересные проекты были у издательского дома «Коммерсант». Я вам сейчас ссылку дам, она на слайде внизу. Сейчас я вам в чате ее продублирую. Например, у них был проект, посвященный Великой Отечественной войне, и был лонгрид, который назывался «День, когда началась война». Очень интересная цифровая история. Она со звуком. Поэтому, если вы по ссылке сейчас пройдете, у вас звук автоматически должен включиться. Как раз она создает эффект присутствия. Здесь и звук, и дополнительные материалы, и тексты – все как раз направлено на то, чтобы передать атмосферу. Эффект присутствия. Вот это, наверное, самое главное, что привлекает в жанре лонгрид. Возможность погрузиться в эту историю, и это создает интерес, и это позволяет нам ее читать дальше, дальше, дальше. Остановиться невозможно. Хотя и говорят о том, что сейчас в режиме крипового мышления и просмотрового чтения мы все живем, и что лонгриды, может быть, и не популярны. На самом деле статистика говорит обратное. Лонгриды читают, и читают достаточно много и часто. Поэтому формат востребованный, можно использовать в работе. Чем же привлекают лонгриды? Во-первых, в том, что в них чаще всего используются красивые большие фотографии и много видео. Это важно, это привлекает внимание. Во-вторых, это интересные истории, написанные увлекательным текстом. Это не просто какой-то доклад или просто изложение информации. Это действительно увлекательный текст, написанный простым языком, логика событий, какие-то интересные размышления автора. В общем, то, что привлекает внимание. Далее. В лонгридах чаще всего используются разные форматы. Аудио, анимация, карты, ленты времени, все, что возможно, для того, чтобы погрузить читателя в атмосферу. Ну, конечно, в центре какие-то интересные, необычные герои или необычные события. Ну и лонгрид интересен тем, что здесь можно форматы чередовать. Текст, фотографии, видео, картинка, карта. Читателю не обязательно прочитывать весь лонгрид от начала до конца. Можно прыгать. Можно выбирать те фрагменты текста, которые вам нравятся, просматривать только фотографии или смотреть только видео. Здесь выбор стоит за читателем. Поэтому лонгрид – это хороший способ заинтересовать читателя, предложить ему что-то необычное. Лонгриды хороши, если у вас нет своего собственного сайта или блога библиотечного, нет какой-то платформы, на которой вы постоянно публикуетесь. Здесь можно создавать единичные публикации в этом жанре, рассказывать об интересных книгах, о писателях, о земляках, использовать рекламу книг, рекламу каких-то мероприятий. В общем, лонгрид можно создать практически по любой тематике. Главное – хорошо разбираться в теме, и чтобы эта тема была интересна вам, чтобы вам самим было интересно создавать историю по этой теме. Расскажу о нескольких сервисах, которые позволяют создавать лонгриды от маленьких до более объемных. Начнем с маленьких. Сервис More на самом деле создан для создания мультимедийных флайеров или мультимедийных объявлений изначально создавался так. Но возможностей у него довольно много, и его можно использовать для создания небольших цифровых публикаций. Почему нет? Тем более, что работать в нем достаточно просто. В бесплатном аккаунте можно создать, к сожалению, только целых три истории, но зато в них можно добавить фотографии, аудио, видео, опросы и ссылки. Сделать максимально интерактивным вашу цифровую публикацию. Сервис простой. Для создания маленькой цифровой истории здесь вам понадобится буквально полчаса. Сначала вы зарегистрируетесь в сервисе, а затем откроется окошечко для блоков. Это сервис по принципу конструктора. Вообще, очень часто сервисы для лонгридов как раз в таком формате и создаются, как конструктор. Вы набираете необходимые вам блоки, чередуете их в любом порядке, а внутри блока уже добавляете свое содержание. Вот перед вами сейчас на экране список блоков, которые можно добавить в сервисе. Тексты, картинки. Ивент – это сообщение о каком-то событии, в том случае, если вы действительно хотите здесь создать объявление, например, мероприятие. Аудио – дальше какой-то встроенный объект по ссылке, например, видео вы можете добавить с YouTube. Форм – это опрос. Тайтл – заголовок красивый. Галерея – это не одна фотография, а сразу целая галерея картинок. Био – это биографическая справка, если вы о каком-то персонаже будете говорить. Ну, специальная кнопка для добавления видео, интерактивная кнопка «Button» для гиперссылок. Ну, вот последний формат прикрепления отдельных файлов – это уже Pro, опция она платная. Все остальное, все остальные блоки совершенно бесплатны. Количество блоков не ограничено. Просто щелкаете по нужному вам блоку, например, текстовому, открывается окошечко, и вы добавляете туда свое содержание. Название и текст. Здесь есть минимальные возможности для форматирования текста. Можете сделать покрупнее, наклоннее, жирнее, либо списком добавить текст. После того, как блок добавлен, вы нажимаете «Дан», переходите к новому. Далее можете оформить каким-то образом лонг-ридит, выбрать, например, дизайн, фон, цвет, шрифт выбрать. Правда, к сожалению, здесь не все шрифты поддерживают кириллицу, зато все очень быстро и просто, минимально. Поэтому отлично подойдет для небольшой статьи, например, о книге или о писателе. Вот я вам две ссылочки в чат отправила, как раз рассказы о писателях. Далее. Еще один простой сервис называется «Стампси». Он бесплатный. У него возможностей тоже достаточное количество. Чем-то похож на смор, потому что он тоже позволяет добавлять и тексты, и фотографии, и группу фотографий, и аудио, и видео. По возможностям примерно одинаковые. Принцип точно такой же блоковый. Вы загружаете стартовую картинку, добавляете какой-то текст, это ваша обложка, но дальше блоками выбираете то, что вам нравится. Текст, фотографию на весь экран, коллекцию фотографий, аудио или видео по ссылке с YouTube. Сохраняете, получаете готовую цифровую историю. Каждая фотография еще дополнительно можно добавить какое-то текстовое небольшое пояснение. Просто, опять-таки, быстро все получается. Минус, что здесь нельзя редактировать текст. Вот какой текст задан форматом, такой используем. А все остальное очень даже симпатично получается. Быстро, опять-таки, просто и бесплатно. Еще один интересный сервис – SUTORI. О сервисе SUTORI я рассказывала, когда говорила о лентах времени. Был такой вебинар в самом начале этого учебного года. Я говорила, SUTORI изначально позиционирует себя как сервис для создания лент времени. Но можно создавать не только ленты времени, но и различные цифровые истории. Сейчас я одну ссылочку отправлю. Я надеюсь, автор, который сейчас присутствует на вебинаре, увидит свою работу. Спасибо большое автору за работу. Очень интересно. Итак, SUTORI. Он позволяет создавать ленты времени, то есть какие-то события располагать по хронологии. Но вообще-то он может создавать интересные лонг-риды. С текстами, с фотографиями, аудио, видео. Можно добавлять опросы, ссылки, устраивать даже форум и вставлять встраиваемые объекты по коду. К сожалению, сервис монетизировался достаточно сильно. Сейчас демо-версия бесплатная. Действует всего 14 дней. Раньше можно было месяц пользоваться, сейчас только 2 недели. Вы зарегистрировались, когда в этом сервисе. Точно так же получаете кубики конструктора, блоки, которые добавляете в вашу историю. Она будет у вас располагаться в 2 столбика. Вот такая вот ось появляется в центре, а справа и слева кубики цифровой истории. Вы их можете мерять местами мышкой, если захотите. И вам спасибо за работу. Итак, после того, как вы выбрали ваши кубики, уже можно сохранять и делиться. Здесь есть кнопка «Ш» вверху, в красную рамочку я его выделила. Это кнопка для создания коллективной работы. Вы можете пригласить других соавторов и вместе с ними создать лонг-рид. Это можно по электронной почте разослать приглашение. Кубики выглядят примерно вот так. Вверху список наших кубиков. Тексты, картинки, видео, аудио, форум. Встраиваемые объекты. Что это такое, встраиваемый объект? Это любой объект, у которого есть код для встраивания. То есть внутрь своего лонг-рида вы можете встроить, например, игру, которую создали в Learning Apps, например. Какое-то слайд-шоу, которое вы в другом сервисе создали. В общем, встроить можно все, у чего есть код для этого. Дальше. Можно викторину создать, Multiple Choice. Можно создать игру «Найти пару» в MatchingWiz. Блок текстовый «Did you know?» «Знали ли вы?» «Знаете ли вы?» Или какой-то интересный факт. Ну и, наконец, заголовок «Heading». «Headline» точнее. «Headling». Ладно. Вот таким образом это все работает. Два блока. Вот сейчас перед вами на экране, как выглядят. Здесь есть хороший инструмент для форматирования. Можно текст менять. Можно добавлять гиперссылки. Можно добавлять большие заметки. Если у вас сам текст небольшой, а к нему есть какая-то большая статья, можно добавить, прикрепить. В викторину очень просто. Добавляйте картинку, вопрос и варианты ответа. Все это работает, все это можно делать, но, к сожалению, только 14 дней. После 14 дней аккаунт уменьшается, и остается возможность добавлять только картинки и тексты, к сожалению. Увы. Правда, все платные блоки, они остаются и будут работать. Правда, вашу работу нельзя будет редактировать и переопубликовывать. Если вы что-то там поменяете, даже буквально запятую добавите и переопубликуете вашу работу, все платные блоки тут же исчезнут. Поэтому вот как мы создали за 14 дней, так больше и не трогаем. Отличный сервис, очень хороший, жаль, что только мало всего 14 дней. Давайте посмотрим другие варианты. Если у вас много фотографий, то вы можете создать цифровую историю на основе красивых фотографий. Красиво это оформить. Называется сервис «My Album». По названию понятно «Мой альбом». На самом деле создает хорошие, красивые цифровые истории на основе фотографий, текстов и еще небольших опций. Две ссылочки отправлю в чат. Первая ссылка на виртуальную экскурсию. С помощью этого сервиса, прежде всего, можно делать очень красивые виртуальные экскурсии на основе фотографий. Не обязательно по достопримечательности, а можно даже по библиотеке сделать, по школе, в общем, по любому месту какой-то маршрут сделать. Ну, плюс можно рассказывать и о писателях. Вот вторая ссылка как раз на основе литературоведческой создана. Бесплатно создается 5 цифровых историй, зато возможности здесь не ограничены. В эти 5 историй вы можете вставить тексты, фотографии, карты, видео, его загружаем с компьютера, и небольшую справочную информацию. Как это работает? Регистрируемся, конечно, в сервисе. Выбираем шаблон для оформления. Списки шаблонов вот сейчас с левой стороны. Здесь 9 бесплатных шаблонов, из них можно что-то выбрать. Есть классические, есть по временам года названные – осень, весна, лето, зима. Вы можете по-любому пощелкать, посмотреть, как он будет выглядеть. Первоначально вам предложат сразу загрузить какую-то фотографию для обложки. Ну, а затем выбираете порядок расположения ваших снимков по названиям, по хронологии, по загрузке. Подтверждаете. Выбираете шаблон, ну и далее начинаете работать. Шаблон можно менять, фотографии можно тоже переставлять местами. Здесь прежде всего интерес к фотографиям, поэтому здесь много различных возможностей для редактирования снимков. Есть фильтры, есть возможность обрезки разворачивания, есть возможность настраивать размер фотографии – широкоформатная, квадратная и так далее. Кнопочки, они будут с левой стороны, вам подскажут, что можно добавить в ваш лонгрид. Вот, фото и видео, тексты. Дальше кнопочки идут, если вы создаете какую-то виртуальную экскурсию. Например, по каким-то достопримечательностям. И можно рассказать о погоде, которая находится, которая в этом месте. Добавить небольшую карту, но она не подробная, это не гугл-карта, это такая больше карта в формате инфографики, но тем не менее. Если вы, опять-таки, виртуальную экскурсию создаете, здесь можно добавить небольшую справочную информацию, она называется «Информация для туристов». Дату и время посещения этого места. Можно добавить иконки различные маленькие картинки. Ну и дальше, скорость и высота. Это кнопочки для добавления высоты достопримечательностей и расстояния до нее, сколько километров находится. В случае, если вы выбрали тематику литературоведческую, вам, конечно, все это может не пригодиться. Здесь в основном фото, видео и тексты. Ну а если вы создаете виртуальную экскурсию, то это хорошие возможности создать необычную и интересную историю. Как это все действует? Выбираете кнопку подходящую, щелкаете в любое место вашего лонгрида, где вы хотели разместить этот блок. А дальше открывается конструктор, и вы в этом конструкторе работаете. Вы заполняете нужные поля, и все это тут же отображается в вашем лонгриде. После этого вы все это сохраняете. Можно вставить на сайт и в блок, можно поделиться ссылкой. Пять цифровых историй – вполне приличная возможность. Если сервис понравится, можно будет с другой электронной почтой зарегистрироваться еще раз и попробовать еще что-то посоздавать. Но если возможности маловато, то можно попробовать сервис с чуть большим количеством возможностей. Он похож. Здесь бесплатно три цифровые истории. Можно создать. Называется «Экспо-шоу». Сейчас ссылочку отправлю в чат. Возможностей здесь больше. Здесь кроме картинок, текстов и фотографий, можно добавлять еще фотогалереи, ссылки. Можно добавить карту, видео, аудио и контенты социальных сетей, если хотите. Вот примеры моей работы, созданной в этом сервисе. Сервис мне тоже понравился. Он очень простой на самом деле. Здесь много интересных работ внутри самого сервиса, к сожалению, в основном на английском языке. Но здесь в центре опять-таки красивые фотографии. Если у вас есть качественные снимки, на основе которых вы хотите создать интересную историю, то вот вам сюда, в этот сервис. Регистрируемся. Далее. Вот на таком черном фоне нам предлагают загрузить обложку, дать название нашей истории, выбрать стили оформления. Здесь их три. Сейчас я их полистаю, покажу вам, какие бывают стили. Ну и объекты для добавления внизу. Четыре кнопочки. Здесь раньше было все немножко посложнее, сейчас стало попроще. Сервис упростили максимально, чтобы привлечь пользователей. Давайте смотреть стили оформления. Традиционно, которые нам сразу предложат, это вот этот стиль. Здесь у вас на всю страницу будет фотография. В этом стиле как раз и ссылка, которую я вам дала. Называется он Overlay. У вас будет на всю страницу фотография, и под ней какой-то текст дальше пойдет. Другой стиль называется два столбика, to fold. Слева картинка, справа текст. Таким образом можно работать. Дальше. Простой, минимальный стиль, simple фотография, но он не на весь экран, она на белом фоне. А внизу можете добавлять какой-то текст. Далее. Добавляем объекты. Объекты в самом низу добавляют с нажатием четырех кнопок. Первая кнопка сингл фото, одиночная фотография. К каждому снимку, как вы видите, можно добавить название, небольшое описание. Можно менять. С левой стороны я в красную рамку выделила возможности форматирования. Вы можете отцентровать фотографию налево, направо, сделать, если у вас текст, еще слева или справа текст, чтобы обтекал эту фотографию. Можно немножко с этим поиграть. Дальше. Фотография Full Weight. Это фотография на весь экран. Опять-таки ее можно форматировать каким-то образом, чередовать с текстом, разворачивать ее на весь экран, либо немножко подсократить. Опять-таки название и описание к ней можно дать. Это Photoset. Это фотогалерея. Она может создать из двух, из трех. По-моему, количество фотографий здесь даже не ограничено. Вы можете очень обширную фотогалерею создать. Здесь дается описание сразу ко всей фотогалереи. И опять-таки название ей всей дается. Если у вас какая-то группа снимков на одну тематику, то можно ее оформить таким образом. Опять-таки есть возможность отформатировать влево, посрединке в два столбика. Дальше. Следующая кнопка Embed позволяет вставлять встраиваемые объекты. Правда, встраиваемые объекты здесь их немного, они списком выделены. Я вот в красную рамку их тут обвела. Что там можно сделать? Добавить видео с YouTube, с Vimeo, добавить Google карту. Можно информацию с Facebook и с Twitter. И аудио добавить с сайта SoundCloud. К сожалению, вот на этом встраиваемые объекты здесь заканчиваются. У SUTORI побольше возможностей, но зато здесь все намного красивее будет. Как это делается? Окошечко. Туда добавляете ссылку на один из этих ресурсов. Нажимаете кнопку Embed Post, и он у вас отображается в лонг-креде. И, наконец, есть блок, который называется Text Only. Просто текст. Опять-таки, конструктор, окно, куда вы добавляете необходимую текстовую информацию. Есть возможности форматирования, наклонный, жирный шрифт, маркированный список. Можно добавить цитату, можно добавить ссылку на веб-ресурсы и еще плюс геометку добавить. Если вы, опять-таки, создаете какую-то виртуальную экскурсию, то можно добавлять еще геометки, прикреплять к какому-то географическому объекту вашу историю. Вообще, сервис интересный, простой и очень красивый. Поэтому, если вы ищете что-то красивое, необычное, то добро пожаловать в экспо-шоу. Действительно, того стоит. Опять-таки, если у нас в центре стоит возможность быстро и с минимальным количеством затрат, можно обратить свое внимание на сервисы так называемого микроблогинга. О блогах и блогерских платформах все наверняка слышали. Это и блогер, и живой журнал, и какие-то другие платформы, WordPress, например. Есть несколько платформ для микроблогинга, где не нужно создавать свой блог, его настраивать, делать оформление и так далее. Можно зарегистрироваться в сервисе и создавать разовые публикации, а можно сразу создавать много, и у вас тогда будет свой собственный канал. С какого сервиса можно сделать книгу с перелистыванием страниц? Их много на самом деле. Про перелистывание страниц я буду рассказывать на следующем вебинаре. Их много, я 5 сервисов выбрала. Если вам интересно, приходите завтра, я об этом расскажу. А из того, что я сегодня рассказывала, самый первый сервис Storybird. Он позволяет создавать книжку с перелистыванием страниц. А мы к медиуму вернемся. Лонгриды. Это платформа для создания простых, очень быстрых публикаций с минимальным дизайном. Здесь ничего не оформляется. Здесь можно просто набросать текст, фотографии, вставить видео, ссылки, встраиваемые объекты и готова публикация. Быстро и просто. Кроме того, этот сервис создали те же люди, которые придумали Twitter. Поэтому если у вас в Twitter есть аккаунт, то даже регистрироваться не надо. По аккаунту Twitter можете попасть внутрь. Регистрацию можно пройти по Facebook. Я вот через Facebook там регистрировалась. Итак, вот такой минимальный дизайн. Просто простая простыня белая. Там вверху написано title, это название. Дальше какой-то текст. Tell your story, расскажите историю. А дальше кнопочка со знаком плюс. Она позволяет добавлять объекты. Фотографии, видео, фотографии с компьютера, видео с YouTube. Встраиваемые объекты любые, которые можно только придумать по ссылке. Вернее, не по ссылке, а по коду. Игры можно вставить с других сервисов. Видео, какие-то ролики. В общем, любые, какие захотите. Ну и можно несколько разделов сделать. Для этого есть кнопочка для разделения. Все, четыре кнопки. И после этого у вас готовая медиапубликация. Никакого оформления, все на белом фоне, все очень минималистично. Но на случай, если нужно что-то быстрое создать, то хорошая платформа Medium. Она сейчас очень активно развивается. Здесь много интересных публикаций, много каналов. Здесь не обязательно ввести этот блог постоянно. Вы можете время от времени здесь что-то публиковать и делиться со своими читателями. Ну вот, кроме этого, здесь есть возможность еще для коллективной работы. Пока вы не опубликовали вашу работу, пока она только в режиме черновика, вы можете делиться и с другими соавторами этой работы. Ссылку на нее можно распространить среди других участников. Они тоже должны быть зарегистрированы. После этого они попадают внутрь вашей публикации. Редактировать прямо наряду с вами они не могут. Зато они могут добавлять свои комментарии, что-то вам подсказывать, давать какую-то дополнительную информацию. Например, вы создаете какую-то публикацию, а дальше приглашаете соавторов-школьников. Они вам добавляют информацию к вашей публикации. Либо наоборот. Работает школьник, а вы ему помогаете. Даете подсказки какие-то, комментарии к его работе и так далее. Хорошая возможность для проектной деятельности. Называются эти заметки private notes. Они добавляются через такое облачко с замочком. Их видит только сам автор. Читатели, которые потом будут читать эту работу, они их просто не увидят. После того, как работа опубликована, все, private notes уже не работают. Но зато сами читатели теперь могут комментировать вашу публикацию. Если вы по ссылке пройдете любую из того, что я вам отправила в этом сервисе, созданную, там можно комментировать либо всю публикацию, либо щелкнуть по любому предложению, по любой картинке и сделать конкретно комментарий к ней. Вот такие возможности у сервиса. Еще одна платформа для микроблогинга. Не знаю, все по-разному к ней относятся. Яндекс.Дзен. Очень активно развивается. Просто мимо нее пройти невозможно. Здесь тоже для того, чтобы начать здесь работать, никаких особенных усилий не нужно. Даже если у вас есть Яндекс.Аккаунт, вы можете тут же начать работу. Очень много блогов, наверняка вы их читали, созданные на этой платформе. Опять-таки, блог не обязательно здесь ввести. Вы можете создавать разовые публикации ими делиться. Похоже на медиум. Мне кажется, они сделаны по одному формату. Опять-таки, название, текст и дальше две кнопочки для добавления картинок и объектов. Какие тут объекты? Правда, объектов здесь будет поменьше, если посмотреть возможности, чем в медиуме. Зато сюда можно добавлять публикации видео из Ютуба, посты из Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере, карты, Яндекс.Карты можно добавить, ну и плейлисты из Яндекс.Музыки. К Яндексу все привязано, так или иначе. А ссылку я вам дала на интересный формат. Так бы я, может быть, о Яндекс.Дзене бы и не заговорила, если бы тут не было вот такого интересного формата. Называется он нарратив. Интересный жанр. Цифровой истории в формате вот таких карточек. Больше похоже это на сториз из Инстаграма. Не знаю, в Инстаграме меня нет, поэтому мне сложно об этом судить. Но это нарративы на основе изображений и фотографий и небольших текстовых комментариев к ним. Этот жанр направлен на мобильные устройства, конечно же, прежде всего. Создавать можно на компьютере, а просматривать комфортнее будет с мобильных устройств. Поэтому и формат такой вертикальный. Максимальное количество таких слайдов здесь 12. Ну, по сути, те же картинки и текстовые комментарии к ним. Не сказать, что это полноценный лунгрид. Здесь просто тексты и картинки. Но так или иначе, вы можете еще добавлять сюда ссылки внутрь, если хотите. Маленькие цифровые истории, какие-то необычные, можно создавать даже в таком формате через Яндекс.Дзен. Что еще? Можно увеличить, уменьшать здесь шрифт. К сожалению, устанавливать тут какие-то дополнительные возможности нельзя. Можно раскрашивать только фон, выделять подложка. Картинки можно загрузить не только в стандартных форматах, но и делать GIF-изображение. Вот такой вот небольшой легенький жанр от Яндекс.Дзена. Хорошо подходит для молодежной аудитории. Много таких нарративов можно увидеть. Я вот вам ссылку дала на курочку рябу, например. Давайте опять вернемся к более подробным, более интересным форматам. Чем дальше, тем сложнее. Стори-форма. Сервис, который позволяет создавать интересные лунгриды, похожие на презентации. Сейчас отправлю вам ссылку. Красивые получаются презентации, красивые истории с хорошими картинками, особенно если они у вас есть, можно поэкспериментировать. Выигрышно отличается от всех остальных сервисов тем, что у него есть хороший бесплатный тариф. Можно создавать одну историю в месяц. Но это очень даже неплохо на самом деле. Здесь тоже минимальный, как видите, интерфейс. Можно название добавить. А дальше в красной рамочке кнопочки для добавления разного контента. Текста, картинки, фотографии, видео с YouTube. Можно встраиваемые объекты добавить по коду и ссылки. Тексты можно красиво выделять вертикальными линиями. Например, какие-то более важные объекты. Можно менять шрифт, можно цветом поиграть немножко. Киперссылки можно выделить каким-то образом. Перелистываются эти лунгриды как презентации с стрелочками. Вот так выглядит само рабочее поле. Загружаем стартовую картинку. Сервис здесь умный, интересный. Он вам сразу предложит. Вы загрузили картинку, а с правой стороны вы видите библиотеку шаблонов. И можете выбрать из этих шаблонов, которые вам нравятся. Он берет ваш текст, берет вашу картинку и сразу предлагает вам несколько вариантов оформления. До 10 вариантов. Выбираете, щелкаете по нужному вам, который вам больше нравится. Можно поиграть, попробовать самые разные, посмотреть, как смотрится. Ну и далее. Нажимаете на новый слайд, опять грузите картинку и дальше опять выбираете нужный вам шаблончик. Все картинки кликабельные, и вы можете по ним щелкать. Если вы по ссылке пройдете, то даже если маленькая картинка вам покажется, если по ней щелкнуть, она откроется на весь экран. Да, креативненько действительно, интересно. Красочные, интересные получаются работы. Единственный недостаток – кириллица, к сожалению. Опять-таки все упирается в русский шрифт. Иногда текст немножко некорректно отображается. Нам бы хотелось, чтобы он не обрывался на полусловии, на новую строчку не перемещался. Но, к сожалению, здесь автоматически все происходит. Мы можем только пробелами что-то где-то немножко подрегулировать. А так очень красиво получается, можно попробовать. Ну, вот сервис, пожалуй, с еще большими возможностями – ReadyMac. Он чем-то похож на StoryForm. Он тоже создает публикации на основе, похожей на презентации. Но это уже не презентации, по сути, потому что здесь очень много интерактива, очень много интересных объектов. Можно добавлять анимацию к разным объектам. Они могут крутиться, вращаться, перемещаться и так далее. Получается уже такая целая история. Две ссылочки я вам отправила. Если они через чат не откроются, то можно их скопировать. Капризные немножко ссылки. К сожалению, здесь ограниченные возможности. 10 страниц можно создать, одну публикацию на 10 страниц. Зато огромный список, что можно сюда добавить. Кроме текстов, фотографий, аудио, видео, слайд-шоу, контенты социальных сетей. Так называемые горячие точки, интерактивные метки, нажимая на которые, мы переходим на какие-то веб-ресурсы. Просто обычные ссылки можно. Любые встраиваемые объекты по коду, карты и даже опросы. Формы, голосования, викторины и так далее. Регистрируйтесь для начала в этом сервисе. А дальше вот такой опять минимальный дизайн. Здесь опять кубики конструктора присутствуют. Правда, есть шаблоны. Можно выбрать шаблон и заполнять его своим содержанием, но они не очень интересные, на мой взгляд. Лучше начать все с нуля и сделать так, как мы считаем нужно. Получаем стартовый слайд. На него добавляем нужный кубик. Текст, картинку. Здесь ничего не подписано, просто по иконкам легко догадаться, что вставляется. Далее новый слайд плюсиком добавляется. И новый блок на него размещается. Повторюсь, всего 10 страничек можно, или один журнал, как он здесь называется. Шаблоны здесь распределены по категориям. Можно создать презентацию. Ссылки дала я вам на презентации. Можно фотоисторию добавить. Тогда она будет просто, как обычная статья. Либо лонг рит. Три формата истории. С нуля самое оптимальное – здесь начать работать. После публикации вы можете ссылку получить на вашу работу, встроить ее на страницу сайта и блога, пожалуй. Вот такой интересный инструмент для работы. Ну и вот сервис, который я оставила уже к концу нашего вебинара – свай. Сервис, предложенный известной нам компанией Microsoft. Сейчас ссылку я вам отправлю, чтобы вы могли посмотреть. Рекомендую сервис, потому что он простой, потому что он бесплатный и потому что он на русском языке. Три плюса в пользу того, чтобы начать в нем работать. Если у вас на компьютере установлено Windows 10, то у вас свай может работать даже в режиме офлайн, без привязки к интернету. Можете проверить в своих программах, если он у вас. Но даже если у вас его и нет на компьютере, то вы можете зарегистрироваться и работать в онлайне. Для этого заходим на сайт. Назовываем «Начало работы». Вам предложат завести учетную запись Microsoft. Это несложно по электронной почте. Ну и после этого можно приступать к работе. Работает все опять по принципу кубиков, по принципу конструктора. Во-первых, здесь есть шаблон для оформления. Во-вторых, вы можете загрузить свою готовую презентацию и сделать из нее лонгрид, если хотите. Если не хотите, можно в режиме онлайн создавать самостоятельно это все. Шаблонов много. Можно выбрать любой. Для оформления походу их можно поменять, если хотите. Нажимаем на кнопочку «Плюс» создать и переходим к созданию. Вот, например, я взяла презентацию. Просто попробовала какую-то одну из своих презентаций, загрузила, и он переформатировал у меня ее вот так. Не пугайтесь, если что-то вас испугает. Вы можете все поправить. Исправить и тексты, и картинки другие загрузить, и изображение по-другому разместить. В стиле оформления в красной рамочке выделено. Можно по вертикали просматривать, можно по горизонтали. Щелкаете, меняете, смотрите, как вам. Чуть ниже шаблоны для оформления. С текстами и с цветами сразу. Здесь все очень просто. Здесь не нужно, как в PowerPoint, очень долго выбирать шаблон, текст подбирать и так далее. Здесь все очень просто. Уже заранее все за нас подумали. Просто щелкаем по стилям, выбираем то, что нужно. Это в случае, если вы загрузили уже готовую презентацию. Вкладка называется «Конструктор». Если вы с нуля решили начать, то вкладка будет называться «История». Вы можете, кстати, переключиться с одной вкладки в другую. Это несложно. Я переключилась в «Историю». Здесь как карточки. Карточка с изображением, карточка с текстом. Вы их можете менять местами, добавлять новые карточки. Тексты можно форматировать, маркерные списки добавлять, ссылки. Можно добавлять встраиваемые объекты, видео по ссылке с YouTube. В общем, здесь практически возможно все. Все, что захотите. Количество блоков не ограничено. Нажимаем на плюсик и добавляем. Сервис дает дополнительные инструкции. Есть специальный сайт с инструкциями, где можно все очень подробно прочитать по каждой кнопочке. А вообще здесь все на русском языке. Вот, например, вкладка, которая добавляет интересные объекты. Мультимедиа, картинки, видео, звуки, встраиваемые объекты, любые. Например, интересная еще вкладка «Группировка». Я ее выбрала. Это для фотографий, для оформления фотографий. Можно сделать его как слайд-шоу, можно как сетку фотогалерею, можно как ряд фотографий. Они у вас будут как карты перелистываться одна поверх другой. Интересные варианты оформления. В других сервисах такого не видно. Вот, например, я сделала скриншоты со справочных материалов. Здесь у нас примерчик и дальше зелененькие подсказки. Все очень подробно расписано, поэтому, если вы впервые, здесь вам все покажут и расскажут, как что добавляется, куда нажимать и как загружать картинки, например. Я просто… вот несколько вариантов оформления. Вот, например, фотография. Здесь, может быть, не очень видно, но это фотография слайдера из двух половинок состоит, что было и что стало. Например, вы какой-то объект сфотографировали давно и вот сейчас. А шторка посредине, она позволяет перемещать вправо и налево. Слева направо, справа налево. Открывать фотографию больше, то левую, то правую. Просматривать их. Такой необычный слайдер можно ставить. Например. После того, как вы все создали, вы можете еще и поделиться. Причем пригласить людей не только для просмотра, но и для изменения. То есть с авторов. Коллективную работу сделать, по сути. Готовую работу можно встроить на страницу сайта, в блог, поделиться в социальных сетях и ссылку просто распространить. Как говорят создатели Swaya, Microsoft, это не конкурент PowerPoint, это немножко другой сервис, направленный прежде всего на работу в сети. Если вы хотите делиться своими презентациями, распространять их в сети, то это хороший формат. Вы готовую презентацию загружаете, оформляете ее в соответствии со своими желаниями. И тут же она у вас опубликована. Поэтому очень рекомендую. Очень хороший инструмент в работе. Отличный просто. Ну и наконец сервис, который я оставила на горяченькое, на сладенькое, точнее, на вкусненькое, Тильда. Очень большое количество сайтов, блогов, просто электронных публикаций, созданных на Тильде. У меня большое количество ссылок. Я сейчас самых интересных вам в чат добавлю, чтобы было интересно посмотреть. Собрала я их на литературную тематику. Мне это близко, поэтому ссылки у меня литературные. Это про Ольгу Бергуэльц, про Тургенева, про Шарлотту Бранте. Сейчас добавлю про Дженнэйр. Про Шукшина. Еще одна ссылка. В общем, смотрите, выбирайте как вариант идей, которые можно здесь взять. Тильда. Сервис для создания сайтов, блогов и вообще электронных публикаций лонгридов. Пожалуй, на сегодняшний момент самый большой функционал он предлагает. Сервис русскоязычный на русском языке, созданный нашими программистами. На основе модульного редактора, все тот же конструктор. Регистрируемся по электронной почте, а дальше выбираем шаблон для оформления и начинаем в нем работать. Сразу, чтобы посмотреть все возможности, я с левой стороны сделала скриншот всех вариантов, блоков, которые можно добавить в режиме лонгрида. Обложка, заголовок, текстовый блок, картинки, галереи, ключевые фразы, прямая речь, колонки, разделители, меню, список страниц. Дальше уже не жирным шрифтом, такие менее распространенные. Плитки, подвал, видео и так далее. Что такое шапка и подвал? Сразу предвосхищаю вопрос. Это для журналистов, наверное, термины понятные. Шапка – это вверху, какая-то информация в самом верху, а подвал – это, соответственно, в самом низу. Например, копирайт вы там пропишите, защиту авторских прав, какую-то другую полезную информацию, авторство напишите и так далее. Тут, может быть, варианты. Есть шаблоны для оформления. Шаблонов много. Они рассортированы по категориям. Выбираете любой шаблон и можете в нем работать. Для начинающих я советую начать с шаблонов. Я пока только по ним работаю, потому что пока боязно начинать все с нуля самостоятельно. Но внутри шаблона вы можете все поменять. Убрать блоки, которые вам не нужны, добавить то, что необходимо, менять их местами, оформление менять, многое-многое другое. Просто на первом этапе нам нужно определиться, какой-нибудь выбрать шаблон, который максимально нам подходит, например, в разделе «События» или в разделе «Блок». Выбрать его, щелкнуть по нему. Ну, а дальше внутри мы меняем контент. Вот, например, у нас здесь картинка и текст. Мы щелкаем по этому блоку, открывается вот такой модуль. Там есть текст, там есть картинка. Вместо картинки загружаем другую кнопку «Загрузить файл». Вместо текста набираем свой. Очень хороший, очень многофункциональный. Посмотрите, сколько инструментов для оформления только текста. Я его в красную рамку вынесла. Там и жирности, подчеркивания, и тени, и размер шрифта, и его форма, и так далее, и тому подобное. Это только для текста. Для всего блока вы можете менять буквально все. Расстояние между словами, расстояние между блоками, саму картинку размещать слева, справа, как угодно. Центровать текст по-разному. В общем, чтобы перечислять все возможности тильды, это не один вебинар, наверное, нужен. У них есть специальный справочный центр, где все подробно расписано по каждой позиции. Но здесь, конечно, придется повозиться. Это не самый быстрый сервис в плане освоения. Потому что даже если вы взяли шаблон, придется немножко разобраться, как в нем работать. Но уже, по-первых, несколько блоков поменяем, несколько блоков освоим, и становится работать проще. А потом уже просто методом копирования, вставки. Здесь какие-то блоки можно удачно и копировать, использовать еще раз, чтобы не настраивать заново. Вот таким образом работаем в шаблоне. Если мы добавляем свой блок, там опять-таки будет пустой блок. Вы щелкаете на редактирование, и уже в пустые графы вносите необходимую вам информацию и настраиваете. Да, требует внимательной работы, но это, конечно, классная штука. Тильда для первых пользователей дает возможность бесплатно попробовать все шаблоны и все возможности. Раньше месяц давали на это. Сейчас мне второй раз уже не попробовать заново срегистрироваться, поэтому можете попробовать вы и расскажете потом, насколько дней вам дадут бесплатно поработать в нем. Вот мне давали месяц, и я за месяц перепробовала все, что там было возможно, все кнопочки понажимала, все опробовала. После того, как месяц пробный заканчивается, вы переходите на базовый бесплатный тариф. Он позволяет создавать 50 страниц, либо вы можете одним сайтом это создать, либо просто отдельными публикациями. В общем, 50 достаточно много, на мой взгляд. У меня до сих пор они не выбраны, эти страницы, созданы только 10-15, наверное. Поэтому советую. Тильда действительно классный сервис, в нем интересно работать. Вот, например, настройки. Достаточно посмотреть, как здесь скрупулезно все прописано. Вы можете выровнять текст по центру, либо не по центру, слева-справа. Эффекты добавить. При скролле это при пролистывании. Высоту, допустим, этого блока. Цвет фильтра. Если у вас есть картинка, то вы можете ее сделать более прозрачной, менее прозрачной. Там видимость, добавить черного, убрать черный и так далее. Ну, опять методом проб и ошибок настраиваем на свой вкус и на свой цвет. Если пока боимся с настройкой, то тогда просто берем готовый шаблон, ничего в нем не трогаем. Да, там тесты можно сделать самим. В бесплатной версии дадут попробовать, но потом, к сожалению, все это быстро закончится. На самом деле. То есть можно попробовать. Что исчезает, когда вы переходите в обычную бесплатную версию, когда пробный период заканчивается? Во-первых, исчезает мой любимый блог, который называется «Встраиваемые объекты». Я люблю встраивать объекты и побольше. Карты, презентации, вот такие вот вещи очень люблю. К сожалению, в бесплатной версии это исчезает. Можно встраивать только видео с YouTube. И все, к сожалению. Остальные все объекты только по ссылке. Увы. Зато здесь остается очень много различных вариантов с картинками. Галереи, изображения, есть интересные вещи. С текстами много красивого и интересного остается. Вот тексты и картинки, они все по большей части остаются даже в бесплатной версии, поэтому здесь можно экспериментировать. И видео, конечно же. Да. Ключевые здесь особенности. Но зато, когда у вас есть первая пробная версия, можно поэкспериментировать. Если вам нравится этот сервис и хотите в нем дальше работать, у них есть платная подписка. Поскольку я уже давно делаю сайты и учебный курс у меня, вот как раз в Директ Академии был создан на Тильде. Кто учился на курсе, тот помнит, как он был, как он выглядел. Вот он сделан был на Тильде. Поскольку мне нужны было много возможностей и нужно было много что сделать, поэтому я оформила платную подписку. Сейчас она стоит 700 рублей в месяц. Вы можете проплачивать один месяц. Например, если вы какой-то грандиозный проект хотите сделать, то можно на месяц оформить подписку и использовать все, что вы захотите. Принцип работы такой же, как и в Суторе. Главное, ничего потом не редактировать и не переопубликовывать, иначе все платные блоки у вас исчезнут. Не повторяйте моих ошибок. Поэтому, к сожалению, если вы только на месяц берете подписку, вот как мы сделали сайт, публикацию, так больше и не трогаем. И тогда все будет работать, все будет хорошо. Ну а если вы хотите сайт с поддержкой, то придется каждый месяц проплачивать подписку. Но оно того стоит. Это действительно очень красивый, очень достойный сервис для создания не только публикации, но вообще сайтов и блогов. Наверное, на мой взгляд, самый красивый на сегодняшний момент и самый функциональный. После того, как вы опубликовались, вы можете взять ссылку на готовую публикацию, плюс вы можете ее еще вставить на свой сайт или в блог. Ну, как такую маленькую вкладку, скажем так. После этого можно делиться ссылкой, либо на сайте, на блоге со своими читателями. Ну и еще из дополнительных настроек вы можете придумать сами себе адрес, свою собственную ссылку. Ну вот у меня был курс, например, IT-лайбрари тильда. На тильде был создан, и там была тема седьмая, например. Вот я прописала вот таким образом адрес свой собственный. Тильда.vs остается, это домен тильды. А все остальное вы можете придумать сами, свой собственный адрес можете в сети придумать, если интересно. Ну, заголовок дать, описание. В дополнительных настройках можете настраивать сразу цветовую гамму и шрифты для всего сайта в целом. Если не хотите каждый раз настраивать вручную, можно в дополнительных настройках это сделать сразу для всего сайта. Вот такие возможности дает. Понятно, что про тильду можно рассказать бесконечно. У них есть хорошая справочная служба поддержки. Там можно многое узнать интересное. Я начинала со справки, потом что-то делала уже самостоятельно. До чего-то доходила сама в ходе работы. Вот, пожалуй, и все на сегодня про цифровые истории. Говорить можно, конечно, многое. Это действительно интересное занятие, интересное дело. И здесь у меня собраны на этом слайде обучалки почти по всем сервисам, кроме одного. На него пока обучалки нет. Вы можете скачать эту презентацию, как всегда, во вкладке «Ресурсы». Все ссылки активны. Если что-то заинтересовало, всегда можно по ним пройти и получить дополнительную информацию. Как всегда, мои координаты для тех, кто еще не знает, где меня искать. На Фейсбуке можно по электронной почте, в блоге и в группе. Ну и дополнительно справочная презентация 11 сервисов для создания лонгридов. Если вы что-то пропустили, какие-то примеры из тех, что я сегодня публиковала в чате, то вот в этой презентации они все собраны в одну кучку. Так что вот на этом я заканчиваю свой рассказ. Спасибо большое за то, что были со мной. Историю с цифровыми историями мы продолжим завтра. Поговорим о книгах с перелистывающимися страничками, о комиксах, о флеш-карточках и о саундтреках. Надеюсь, все получится. До встречи завтра в это же время. Всего доброго. Если у вас презентация не открывается, напишите мне на электронную почту. Я вам постараюсь ее купить.